Всем привет! На связи Корейский культурный центр и я Дима Ли. Как многие из вас знают, ни один корейский стол не обходится без большого количества различных закусок. По-корейски они называются панчан. Самый известный панчан – это кимчи. Кстати говоря, рецепт этого кимчи вы найдете в описании под видео. Новый кулинарный сезон мы начинаем с приготовления панчанов из яиц. И сегодня мы с вами будем готовить киран-мари. Киран-мари – это яичный ролл. Очень популярное блюдо в Корее. И самое главное, что все ингредиенты к этому блюду вы найдете в любом магазине. Сегодня мы с вами приготовим два рецепта киран-мари с сыром и киран-мари с водорослями ким. Но на самом деле рецептов существует просто огромное множество. Я готов, надеюсь, вы тоже. Давайте готовить. Для начала приготовим яичную смесь. Так как мы готовим два ролла, нам понадобится шесть яиц. Но если вы готовите первый раз, возьмите два-три яйца. Итак, смешиваем наши яйца. Добавляем щепотку соли и немножко черного перца. И все хорошо перемешиваем. Далее нам нужно приготовить овощи. Я сегодня взял морковку, зеленый лук и обычный лук. И мне нужно их очень мелко порезать. Это придаст нашему блюду дополнительный вкус, а также колорит. А еще зеленый лук позволяет приглушить вкус яйца. За счет чего другие ингредиенты раскроются лучше. Итак, начнем резать. Нарезаем морковку на тонкие пластины. На самом деле нам нужно вот прям совсем немного. То есть две такие пластинки. Далее режем вдоль. И еще немножко здесь. И затем начинаем прям мелко-мелко их крошить. После этого нарезаем зеленый лук. Точно так же такой вот очень мелкой соломкой. Обычный лук в принципе добавлять не обязательно. Но мы решили, почему бы и нет. Во всяком случае нашему блюду это уж точно не помешает. Но если не хотите, не добавляйте. В общем, мы нарезали наши овощи. И сейчас добавляем их в яичную смесь. Я специально разделил смесь на две чаши. Для того, чтобы нам было удобнее. Все еще раз хорошо перемешиваем. В итоге у нас получается вот такая. Даже сейчас она выглядит просто прекрасно. Наша смесь получается очень колоритной. Мне она очень симпатична. Я вам даже ее покажу. По-моему, получается очень жизнерадостно. Ну все, мы готовы жарить. Берем сковороду. Ставим на средний огонь. Добавляем немножко масла. И можно его растереть. Первый кирануари мы готовим с сыром. Я подготовил две небольшие палочки сыра. В принципе, можно брать любой. Моцареллу, сулугуни, халуми. Я обычно беру сулугуни. Он доступный. На вкус получается такой приятный сливочный вкус. Но, опять же, повторюсь, как хотите, используйте ингредиенты, которые у вас под рукой. Далее. Смотрите, берем нашу яичную смесь. Заливаем не все, а вот прям порционно. Примерно разделите смесь где-то на 2, на 2, на 3 части. Смесь начинает очень быстро схватываться. Поэтому кладем наши сырные палочки. Далее начинаем сгибать. Собственно, нам нужно сделать этот ролл. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить сам ролл. Оставляете небольшой кусочек. Посмотрите, как у меня. И заливаем следующую порцию. Как только смесь начинает схватываться, начинаем, опять же, дальше заворачивать наш киранорий. Есть небольшой лайфхак. В принципе, если немножечко вдавить здесь место сгиба, то вам будет легче скручивать ваш ролл. Опять же, если вы будете чаще смотреть рецепты от Корейского культурного центра, я уверен, что в скором времени вы все научитесь делать профессионально. Если вдруг у вас яичный ролл где-то треснет, не переживайте. Ничего страшного. На вкус это не повлияет. Ну, с кем не бывает. Так, наш ролл почти готов. Здесь остается небольшой краешек. Можно его вот так прижарить. Собственно, первый ролл готов. Переложим его в нашу тару. Пусть он отдыхает. Повторяем все то же самое. Ставим на огонь. Добавляем масло. Хорошо растираем. Ждем, когда сковорода нагреется. И начинаем весь процесс заново. В этот раз мы положим водоросли ким. Что здесь важно? Все зависит от диаметра вашей сковороды. У меня она не очень широкая, поэтому я порезал водоросли вот такими прямоугольниками. Сковорода нагрелась. Добавляем первую порцию. Яичная смесь очень быстро схватывается, поэтому я выложу вот так. И начинаем сразу сворачивать. Опять же, добавляем яичную смесь. Точно так же выкладываем еще два листа. И начинаем сворачивать. Вот здесь как раз таки можно хорошо промять место сгиба. Тогда нам будет легче свернуть наш ролл. В третий раз проделываем все то же самое. На самом деле, жалко, что камера не передает запах, потому что чувствуется, как листья кима раскрываются и дают свой аромат. Вот, собственно, и все. Перекладываем сюда. Наш керан-мари готов. Давайте пробовать. Обычно керан-мари подают с кетчупом и с майонезом. Но на самом деле вы можете сделать любой соус, который вам сегодня захочется. Пожалуй, я начну с ролла с водорослями. Он прям очень вкусно пахнет. Попробуем. Честно, очень вкусно. Попробуем еще один сыром. Получилось прям действительно вкусно. Опять же, легко и просто. Все ингредиенты в соседнем магазине. Готовьте. Приятного аппетита и увидимся в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok